Всем привет, дорогие зрители! Позади чуть более двух недель, и это значит, что настало время офигительных историй про ММО и всё причастное. Разработчики с издателями уже успели сбросить себя оковы новогоднего бодуна и вовсю радуют заинтересованных в массивном онлайне геймеров вестями о самых ожидаемых проектах и ништяками в уже давно и не очень вышедших. Короче, заварите себе ароматного чайку и усаживайтесь поудобнее. Смотрите в 17-м модерне. EVE Online в ближайшем обновлении получит дуэльный режим. Казуалы наверняка обрадуются, а хардкорщики смогут без проблем отключить фичу. Guild Wars 2 станет лояльнее к обладателям древних компьютеров. Если вы вечно погибали от рук и лап не успевших отрисоваться врагов, то скоро это закончится. The Elder Scrolls Online в скором времени начнёт раздавать путёвки в Тамриэль первым бета-тестером. Спешите подать заявку и наслаждайтесь крутым трейлером. Star Wars The Old Republic Rise of the Hutt картель выйдет по весне и обойдётся в 20 баксов фритуплейщикам и в 10 подписчикам. ArcheAge обрадует российских игроков своими прелестями-усилиями компании Mail.ru, ставшей официальным издателем долгожданной MMORPG на территории России. Это и многое другое далее по курсу. Появившаяся в ноябре и более похожая на бред шизофреника новость, что Mail.ru собирается запустить платный сервер, то есть с подпиской, прямо посреди бастиона отечественного доната Allodov Online, таки превратилась из сказки в быль, причём весьма правдоподобную. 15 января администрация игры заявила о запуске сервера Нить Судьбы, где всего-то за 390 рублей в месяц, 740 рублей в два месяца или 1075 рублей. В квартал любой желающий может посмотреть, как выглядит сей северный олень в условиях всеобщего равенства и братства. Впрочем, насчёт братства мы и поторопились. На сервере по-прежнему сохранились непримиримые разногласия между двумя существующими фракциями — Империей и Лигой. А в отсутствие купленных преимуществ, эти разногласия стали ещё более непримиримыми, вызывая регулярные военные конфликты. Тем не менее, несмотря на все эти ужасы, а также кошмар ежемесячного расставания с нажитыми непосильным трудом рублями, народ повалил на сервер девятым, а потом десятым, одиннадцатым и прочими валами. И сейчас там вроде бы не протолкнуться и вообще весело. Впрочем, мы-то с вами знаем, что так всегда происходит совсем новым и непонятным, а потому загадочным и интересным. Другой вопрос — сохранится ли популярность полотного сервера через пару-тройку месяцев, когда он превратится в такую же рутину, как и его бесплатные коллеги. Представьте себе, что вы бы не могли вызвать какого-нибудь хама или друга на дуэль в любимой ММО. Ладно, не представляете, нам не хочется брать на себя ответственность за возможные психические расстройства. Лучше пожалейте пилотов и онлайн, у которых до сих пор такой возможности нет. И порадуйтесь за них же, потому что им пообещали скорое появление дуэльного режима. Один из дизайнеров игры, CCP Master Plan, сотрудники CCP при общении с народом не пользуются реальными именами, только кличками, накатал блог, где сообщил, что в очередном обновлении от 12 февраля появится интерфейсная поддержка дуэлей, так как с новыми правилами преступлений и наказаний старые методы уже не работают. Объясняем популярно для невежд, что в свободном PvP и в онлайн каждый может напасть на каждого, но не всегда безнаказанно. Например, в системах с высоким уровнем безопасности неспровоцированная агрессия ведет к смерти от силы охраны правопорядка. Лучше в системах дуэли вообще плохая идея, ибо нет никаких гарантий, что вместо одного дуэлиста к вам не зовется целая банда. Такие разводы в игре, где любимая пословица гласит «Если у вас был честный бой, значит вы что-то сделали не так», правило, а не исключение. Поэтому раньше, если возникала нужда, народ устраивал дуэли в безопасных системах через взаимную агрессию. Например, один пилот брал предмет из контейнера другого, после чего мог быть тем атакован. Однако новая система агрессии позволяет атаковать контейнерных воров кому угодно и для инициации дуэли уже не годится. И тогда CCP осенило. Почему бы не разрешить пилотам вызывать друг друга на дуэли формально? Один посылает вызов, другой принимает или отклоняет. Гениальная простота. И потребовалось исландцам для этого всего только 10 лет. Впрочем, отбросим сарказм в сторону. У девелоперов Евы были серьезные резоны не вводить дуэли раньше. Потому что они не очень-то соответствовали хардкорным PvP-принципам игры. Однако в последнее время компания взяла очевидный курс на облегчение жизни казуалам. Так что дуэли больше не выглядят чем-то неуместным. Что же касается их принципиальных противников, то дизайнеры уже признали возможность введения автоматического блокиратора дуэльных вызовов. Включат пилот такую опцию и может дальше играть без ненавистной фичи. Декабрьский переворот в бизнес-модели The Secret World отменил обязательную подписку для покупателей игры, однако опциональная осталась. А ведь еще есть пожизненно подписавшиеся на приключения в секретном мире. И всю эту толпу надо как-то ублажать, чтобы она чувствовала свою избранность и регулярно за это доплачивала. Анонсированные по первоначалу бонусы, вроде акселератора опыта, денег для игрового магазина, ежемесячных подарков и 10% скидки в том же магазине, вроде бы выглядели неплохо, но разработчики решили, что маловато будет и анонсировали ветеранскую программу. Данная программа будет регулярно начислять на счета подписчиков ветеранские жетоны, которые затем можно будет обменять в специальном магазине на всякую няшность, которая не только няшная, но и вообще полезная и удобная. Ассортимент магазина пока предварителен, но там, например, будут расходники для ремонта. Съел такой, и все вещи моментально стали живыми и здоровыми. Очень удобно. Или переносной терминал для банка, дающий доступ к хранилищу в любом месте и в любое время. Специальные тренировочные манекены для замера урона, региональный телепорт, ветеранские предметы с титулами и уменьшение отката на миссии в придачу тоже подписчиков вряд ли расстроят. А всем прочим останется только завидовать да пытаться разводить своих жаб на раскошел. ArenaNet продолжает борьбу за улучшение не только количества, но и качества Guild Wars 2, где одной из главных проблем остаются визуальные глюки в массовых PvP боях в режиме World vs. World. Частенько персонажи и свои и чужие отрисовываются так долго, что бойцы дохнут, не успев понять, кто, где и как причинил им несовместимые с жизнью травмы. Частично виноваты в этом слабые машины и некоторых пользователей, не успевающие отрисовать многочисленные толпы бойцов. В принципе, мы считаем, что нефиг лезть на китайских калькуляторах в массовые зарубы, но для разработчиков каждая боевая единица — это потенциальные доллары прибыли. Поэтому они не показывают таким игрокам средний палец, а придумывают трюки, чтобы им помочь. Одним из таких трюков станет кэширование упрощенных моделей. Как только игрок окажется в пуще боя и столкнется с проблемой отрисовки, заранее приготовленные болванчики выскочат из кэша и подменят с собой детальные модели. А когда те полностью загрузятся, произойдет обратная замена. Обладателям мощных систем данное шаманство, скорее всего, вообще не понадобится, но пользователи слабых машин должны заметить определенные улучшения. Хотя полностью проблема вряд ли пропадет, потому что вызваны не только задержками загрузки, но и системой отсечения объекта. Последнее — это технология, позволяющая не рендерить объекты, невидимые для камеры. Но в теории. На практике же это приводит к тому, что частейко не рендерятся важные и нужные вещи. ArenaNet пытается данную систему улучшить, и скоро, например, она, система, начнет независимо работать с моделями врагов и союзников, что приведет к уменьшению количества багов. При этом разработчики признаются, что окончательно победить злость системы отсечения объектов можно только совсем от нее избавившись, что и является их целью World vs. World. В серьезных аналитических кругах все ожидания принято делить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Если мы возьмем этот умный пример и экстраполируем его на современные ММО-ожидания, то в краткосрочной перспективе всех конкурентов легко зарулят корейские няшки Blade & Soul и ArcheAge. Какой релиз самый-самый там далеко за горизонтом, мы сказать затруднимся, хотя вампирская песочница World of Darkness от исландской CCP выглядит, ну, очень притягательно. Зато королевой среднесрочного долгожданства, вне всяких сомнений, является The Elder Scrolls Online. До выхода в свет игре пока далековато, но на днях Xenimax Online Studios сделала солидный шаг в верном направлении. Открыла прием заявок на закрытое бета-тестирование. Соответствующее объявление, разумеется, сопровождалось взрывом энтузиазма поклонников устаревших свитков. Наверняка уже очень скоро разработчики игры расскажут нам о том, сколько именно сотен тысяч игроков нынче живут одной лишь мечтой — стать бета-тестерами ММО по любимой вселенной. Хотя вряд ли их будет больше, чем записалось на бету Star Wars The Old Republic. Ну да, не станем отрицать кристальной прозрачности нашего намека, однако очень уж похоже работают обе девелоперские команды. Даже страсть к роскошным кинематографическим роликам у них одинаковая. Во всяком случае, тот, что сопровождал анонс Xenimax Online, достоин исключительных восторгов. Ах, еще бы игры у них получались такими же роскошными, как эти мини-киношки. В то время как мы никак не можем истребить в себя скептицизм по поводу перспектив Star Wars The Old Republic, разработчики игры до сих пор не избавились от оптимизма. В принципе, их можно понять. Оптимизм наверняка входит в перечень должностных обязанностей, им за него неплохо приплачивают. Хотя, может, они всерьез хотят сделать СВТОР очень сладкой конфеткой и даже верят, что у них получится. Что ж, скорый выход первого дополнения Rise of the Hat картель должен многое на этот счет прояснить. А пока мы ждем прояснения, девелоперы анонсировали прием предварительных заказов. Как и было обещано при переходе на фри-то-плей, обладатели подписки смогут приобрести аддон с 50-процентной скидкой за 9.99 доллара. Всем остальным надо будет заплатить полную стоимость – 19.99 доллара. В качестве компенсации за преждевременное расставание со средствами игроки получат нагрузку к основному контенту титул Бич-Хаттов, мини-пета и голограмму хатского ученого-доктора Огу-Ро-Ба, который чему-то научит. Интересно, чему это может научить голограмма хатского ученого? Кстати, значительная часть основного контента аддона придется на планету Макеб, тему которой не то чтобы раскрыл, а скорее приоткрыл приложенный к предзаказному анонсу ролик. Корейская XL Games готовит мир для завоевания. Мир, что характерно не то, что не сопротивляется, а даже сотрудничает. Потому что завоевывать его собираются занимательно и развлекательно. С помощью крайне модного нынче оружия массового онлайнового поражения. Вы уже наверняка догадались, что речь идет о недавно выпущенной кампании ММО-установки системы ArcheAge. Проведенные полевые испытания пока настраивают на оптимистичный лад, поэтому неудивительно, что желающие наладить сотрудничество с корейцами уже выстроились в очередь. Увы, на всех ArcheAge не хватило, поэтому у счастливчиков казалось всего пятеро. Китайский, японский и юго-восточно-азиатский были названы еще в прошлом году. Повезло Tencent, GameOn и Gigamedia, соответственно. Затем, 21 января, российская Mail.ru предсказуемо призналась, что именно ей доверено сбросить новую бомбу на российский и прилегающий к нему ММО-рынке. А еще тремя днями позже свою судьбу узнали и западные пользователи. Им предстоит попасть в рабство американской Трайан. Компания до сих пор была относительно широко известна благодаря игре Rift. Однако не всякая известность идет во благо. Rift как раз прославилась как очередная неудачливая убийца World of Warcraft, поэтому ее разработчику и издателю нужно срочно поправлять имидж. Босс компании Ларс Баттлер уверяет, что все у них получится, потому что они разработали специальную онлайновую коммерческую платформу Red Door. С помощью которой кто угодно может легко завоевать все, что ММО душе угодно. Если, конечно, оружие подобрано правильно. Трайан с радостью это продемонстрирует на собственном удачном опыте с Архейдж уже в текущем году онлайновому населению Северной Америки и Европы. Срок, впрочем, неофициальный и может измениться. Также может измениться и народное преклонение перед Архейдж. Но это будет уже совсем другая история. Можно все, что угодно говорить и думать о Sony Online Entertainment и ее президенте Джоне Смедли, но одну вещь очень сложно поставить под сомнение. Энтузиазма и энергии у Смеда хватит на полный совет директоров. Еще останется на прочих вице-президентов с топ-менеджерами. Причем вся эта энергия работает отнюдь не вхолостую и дает результат. Недавно вышедший ММО-шутер PlanetSide 2, например, уже исправно приносит компании мешки с деньгами, а Джон продолжает бомбардировать счастливых пользователей новыми обещаниями. Только что SOE опубликовала план развития игры на ближайшие полгода. Перечислить его нет никакой возможности. Пунктов в нем примерно как китайцев в ММО онлайне. Фигурально, разумеется, выражаясь. Однако наиболее важные моменты мы попытаемся сейчас разжевать и скормить вам, наши дорогие видеозрители. Уже в феврале должна появиться специальная тренировочная зона для облегчения выживания в реалии PlanetSide 2, для новых пользователей и помощи пользователям старым. У каждой фракции зона будет своя, там отключат Friendly Fire и сделают иные поблажки. Любой желающий сможет там попрактиковаться в стрельбе из нового оружия или в вождении новых тачек. Очень полезно. В том же феврале разработчики обещают усилить античитерские и антихакерские меры. В марте в игру добавят сгенерированные игроками миссии, имплантаты, рэгдолл, улучшенное и расширенное обучение, а также будет переработан класс Легкий Штурмовик. В апреле появится новый контент Хосин, подвергнется модернизации машина класса Сандерер, обещан новый пистолет с повышенным уроном, но низкой скорострельностью, и наконец-то будет введена внутриигровая почта. На май разработчики запланировали переделку системы ресурсов и доработку класса Макс. Наконец, в июне должны случиться новая тачка багги на 4 персоны, прокачка аутфитов, так в игре называются кланы, и захват и контроль ими бас. Три фракционных пистолета, автоматический для тиранов, пистолет-шотган для конгломерата и пистолет с накачкой для ванну, и киберспортивный турнир аутфитов. Помощь последнему наверняка послужит подписанное соглашение о сотрудничестве между Sony Online Entertainment и Major League Gaming, крупнейшей американской киберспортивной организации. Учитесь, в общем, убивать врагов и заработайте кучу бабла. Что до нашей необъятной родины, российский оператор Planetside 2 намерен начать бета-тестирование локализованной игры уже в самое ближайшее время. На этом у нас для вас все. Смотрите сотый игрозор, если еще не, наслаждайтесь текстовыми и видео итогами 2012 года, если еще не, и готовьтесь к вороху грядущих бета-тестов. Русские археечки Planetside 2, The Elder Scrolls Online. Да, в этом году точно будет чем себя занять. Ну ладно, закругляюсь. До встречи через две недели. Субтитры подогнал «Симон»